И здесь дальше идёт такая фраза, дурацкая во всех учебниках, мерзкая фраза, но прикольная. Давным-давно в одном селе жил народ и господин. Шахту – это не метафора. У нас реально одного правителя с детьми и женой бросили, расстреляли и бросили в шахту. И так будет каждый раз. Итак, переходим к генезису. Генезис – это происхождение государства, рождение его. Ну, вы не историки, но вот историки скажут вам, опираясь на Ницше, о том, что если у чего-то нет истории, того не существует. Не существует как мыслящего существа. Всё имеет историю. Что такое история? В смысле, не history, а в смысле story. То есть у всего есть какая-то история. Какая-то история, когда оно появилось. Государство, да, начало, ну, генезис, хенезис, да, вот, например, опять же, есть род. То есть это откуда-то пошло. И если мы не поймём, откуда это пошло, не, мы можем не понять, это и Бог с ним. Но если мы поймём, откуда это пошло, нам лучше будет понятно, вот, как это существует. Например, если вы общаетесь с каким-то человеком, хорошо бы узнать его хенезис. Хорошо бы узнать, например, откуда ты, ну, кто ты, ты откуда, чей ты будешь. Он говорит, я буду дочь прокурора центрального района. Вау. Это же поможет вообще? Конечно, поможет. Если кто-то хочет дальше общаться. Ну, вот, это может помочь. Так вот, здесь о государстве тоже есть теория. И здесь дальше идёт такая фраза, дурацкая, во всех учебниках. Мерзкая фраза, но прикольная. Фраза такая. По поводу генезиса существует несколько теорий. И все такие. То есть верос, вероса нет. Ну, не верифицировано, нет одной, ну, одной истории. Но это не важно. Если мы встанем на какую-то теорию, опираясь на неё, мы начнём всё понимать. Здесь какие теории? Я сначала перечислю, а об одной теории я вам проговорю. Потому что в её свете, с её точки зрения, я и буду сегодня говорить киски-сэ, что такое государство. Значит, в теории существует следующее, для перечисления. Это классовая, вам эти слова надо будет просто знать. Классовая теория. Теологическая. 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 Теологическая я в следующем году буду рассказывать. Затем патр патриархальная. Патр, это аристотельская теория. Патриархальная. Теория насилия, теория насилия, теория насилия. Боже, прикольно, очень хорошая теория. Много объясняет. И теория, из которых я не буду сегодня о ней говорить, это психологическая. Псюхе, душа, да? Психологическая теория. Тоже интересная. А сегодня теория, договорная теория. Затем, кстати, договорная. Я с языком, у меня вообще вот все меньше. Убывает. Это у меня слишком часто. Мой опен-офис все время изменяет по правилам. Итак, договорная, договорная. Договорная теория происхождения государства. Давным-давно в одном селе жил народ и господин. Жили они в этом селе хорошо, не бедно и не богато. А главное, дружба. Ну, вот пришли какие-то времена, когда какая-то свара пошла в этом селе. Сын пошел на отца, брат на брата, жена на мужа. Все переругивались, переругались и не знали, что делать. И пошел народ к ведуну. И спросил, что происходит. А ведуну глянул на огонь и сказал. В селе поселился бог-переруг. Это славянский бог, переруг. Ну, такой пожел. И из-за этого все переругались. А что делать, говорит народ. А он говорит, ну, есть такой, есть один способ. Далеко за горами, за лесами существует, есть пословица. Ну, пословица на славянский это устный договор. Пословица, ну, это как будто устное соглашение. И если ты принесешь эту пословицу и на колеце села ее проговоришь, то наступит мир. Но народ пошел. Я не буду описывать его все приключения. Это было тяжело. Не один год это было. Принес он эту пословицу. Приходит на околицу села. И говорит. На меру жить. В мире жить. И наступил мир. Но народ так устал, что лег на траву и заснул тут же. А тут к нему подкрался господин. Он взял эту пословицу. Пришел в центр села и говорит. А теперь я буду смотреть, чтобы все соблюдали эту пословицу. Чтобы все жили в мире. И стал он контролировать это село. Но через некоторое время стал он друзьям все, а остальным заходом. Но тут проснулся народ. Взял он этого господина. Взял его чаты домочадцев и бросил в шахту. И с тех пор жили они долго и счастливо. Вот на этом сказка завершается. Кто может сказать, по какой схеме эта сказка создана? Филологи. Поднимите руку, кто знает, кто такой Владимир Проб. Вот это по технологии волшебной сказки. Волшебная сказка, но это не только наша российская. То есть это не только русские сказки, но и другие сказки так происходят. В этой сказке, которую вы мне, некоторые из вас будут рассказывать на зачете. То есть ее надо запомнить. Зашифрована договорная теория происхождения государства. Там прям по этапам это зашифровано. Я сейчас вам эти этапы проговорю. Значит, договорная теория. Три юриста, я их могу так назвать, ее придумали. Ну, основатели этой теории. Гоббс, это два англичанина, Гоббс и Лок. Гоббс и Лок. Ну, наверное, философы, если бы вы были философы, вы знаете, это известный философ. Гоббс, Лок и был такой Руссо. Гоббс, Лок, Руссо. Вот такие три известные фамилии, ну, в науке известные, которые пропагандировали эту теорию, эту договорную теорию. Значит, важно для этой теории, как произошло государство. А, пожалуйста, кто помнит, с чего начиналась моя сказка? Жили народ и господин в селе. Пришла Свара. А, вот Свара, это уже вторая часть. А завязка, жили они как? Нет, нет, нет. Тружно. Хорошо, то есть, первое, это, Лок назвал это естественным состоянием. Естественное состояние. То есть, сначала люди жили, ну, в каком-то естественном состоянии. Без государства, скажем так. Ну, Лок говорит, что было классно. Ну, был золотой век. Ну, не было ни господ, ни угнетений, ни государства, ни налогов, ничего. Был золотой век. А, Гоббс говорит наоборот. Говорит, там было homo hominus lupus est. То есть, все друг друга все время, все время бились друг с другом. Ну, мы остановимся на лодке. Второй этап. Что там произошло в сказке? Ругань пришла. Ругань. Ну, и тут надо немного пояснить, как эти философы объясняют, откуда война. Они исходят из понятия естественных прав. Вот, например, есть у меня мое естественное право кого-нибудь из вас убить и сожрать. Потому что я голодный с утраницей. Ну, мое естественное право. Ну, вы же телесные, у вас есть что-нибудь, что поесть? Да. Есть. Вот, кто-то сказал. Он будет первым. То есть, у меня есть естественное право это взять, потому что все в мире мое. Но там есть незадачка. У вас тоже оно есть. И тогда у нас получается пересечение наших прав. Право одного входит в конфликт с правом другого. Что тогда происходит, когда два ребенка хотят одну и ту же конфету? Да. Главное к ней не подходить, а иногда подбрасывать конфеты и наблюдать, как это все происходит. Надо просто детей подобрать в одинаковых самых категорий, потому что иначе быстро все закончится. Может быть, лучше дать нож и дать разрезать эту конфету на пополадку? Ну, можно дать нож и все. А, это будет уже следующее. Третий этап. Трупы выносить нетрудно, я вам расскажу потом как. Это криминология. А как сделать так, чтобы трубу потом не надо было даже выносить? Третий этап. Какой там был у нас? По сказке. Ну, там был поиск. Третий этап сказал пойти в невосходность. Да. Ну, это там, так называемый, волшебный помощник. Да. Да, был дан волшебный... Ну, баба Яга, в данном случае колдун, гидун. И потом был волшебный предмет. Да, да. Какой? Пословица. 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 Давайте я прям по-славянски и напишу. Современные буквы. Пословица, как я уже сразу ввел определение, пословица это на славянском устный догад. Так, то есть, все переругались, но потом заключили друг с другом договор. Вот как мы с вами заключили сейчас, но мы, правда, ну, я думаю, заключили, потому что я пришел, вы сидите и меня слушаете, а я говорю. Это был договор? Была пословица? По умолчанию, да. Если вы нарушаете договор, я говорю, вау, вау, да, договор, мы же договорились. Вот у меня дочь, она поймала меня где-то с трех с половиной лет, когда ей было. Она поняла, что если я что-то пообещал, то она потом может меня с это требовать. Потому что если я не выполню, что я обещал, я разрушу договор. И она говорит, по умолчанию, это я обещала. Видите, мне надо было все время стоять на стрёме, чтобы, не дай бог, ей что-то не пообещать. Потому что она точно записывает, и потом, ну, сначала не записывала, потом стала. И потом требует, папа, ты обещал, потому что договоры, пословица, это святое. То есть, это надо соблюдать. И четвертый, итак, какой у нас там был? Люди уснули. Народ, не люди. Народ. Да, народ, как субъект права. А правитель сказал народу, что теперь он будет контролировать. И тут возникает государство. Напоминаю, что государство, это, ну, кто не знает, тем не напоминаю, говорю, государство, это слово придумал Маккиарелли. И у него есть государь, господарь, оттуда же господство, господ. Это государство. На славянском, в украинском, я знаю, держава, да, держава на славянском так же, да, держава. Возникает государство. Зачем нужно государство в договорной теории? У Гоббса есть прекрасное произведение, он прекрасно его назвал, и до сих пор многие знают Гоббса именно по этому его произведению. Кто знает, как называется произведение Гоббса? Потом был фильм классный, да, Левиафан, Лугина, по-моему, Лугина есть хороший фильм, Левиафан. Левиафан, это из библейской традиции, это такое чудовище, морское чудовище. Так вот, возникло государство для чего? Для того, чтобы наблюдать, что люди соблюдают пословицу. И если люди не соблюдают пословицу, например, вот вчера у нас лофт, да, убили человека. Был же договор не убивать в Волгограде. Вот поехал куда-нибудь за границу, там убивают. А здесь у нас был договор не убивать. Нарушил он договор? Нарушил. Но тот уже ничего не может сделать. Кто накажет человека, который убил? Вот это для этого и сделано. Для того, чтобы смотреть и наказывать тех, кто не соблюдает договор. Ну и там был последний такой небольшой, небольшой, небольшой этап. Я называю его Руссо, пусть будет. Руссо сказал так. А если государство не выполняет свои обязательства, оно или плохо следит, или оно какие-то привилегии дает каким-то людям, что имеет право сделать народ? Доказать. Революцию. Ну, Руссо говорит о революции, то есть можно убрать это государство и сменить этот суд на другое. Что, кстати, время от времени в России происходит. И кидать в шахту это не метафора. У нас реально одного правителя с детьми и женой бросили, расстреляли и бросили в шахту. И так будет каждый раз, когда правитель перестанет делать то, на что его поставил народ. Народ в широком понимании, не конкретные люди, а вот это все. Вот теория, договорная теория, как одна из теорий Геннезиса. Пожалуйста, какие есть вопросы. Да. Условший народ это метафора или просто состоящая сказка? Ну, народ я взял не как метафора, а как юридический термин. Условший народ. Народ уснул после... А, уснул сюда. Ну, дело в том, что иногда народ это юридическое понятие, потому что наша конституция начинается так. Знаете, как начинается наша конституция? Мы многонациональный народ. Ну, и так далее. В данном случае народ как субъект, как творец государства. Но на каком-то этапе народу есть чем заняться. Народ делает что-то другое, и он спит в политическом смысле. Он перестает участвовать в отношениях. А то засыпает. И тогда наступает ночь, и просыпается ночной сторож. Аристотель. Спасибо за вопрос. Есть ли еще вопросы? Да. Как вы считаете, может ли народ выжить без государства? Жить и выжить, то есть, без правителей, чтобы все были на равных? Ну, согласно вот этой теории, я буду искать из этой теории, это невозможно, потому что, знаете, чуть-чуть подпущу религиозности. Потому что человек, это существо грешное. И ему падле сказали, выполняй договор, а он падла, тварь, ну, тварин от слова, тварь божья, а он тварь не выполняет. Я думаю, что это, как бы, ну, прошито, прошито в человеке, нарушает договор, и пока нет, или как-то мы его не воспитаем, ну, я думаю, это невозможно. То есть, всегда должен быть, как кто-то, паттер, фамилия, да? То есть, какой-то отец, господарь, который смотрит и контролирует. Ну, я уж тут, видите, чуть-чуть начинаю забегать в другие теории. А в данном случае, в чистом виде, если человек соблюдает договор, никто ему больше не нужен. Вот живи так. У нас суды, армия, прокуратура, ФСБ. Зачем они все нужны? Потому что люди не соблюдают договор. Как только они начнут соблюдать, они смысла никакого в их существовании не получат. Государство станет, действительно, ночным сторожем. То есть, трошки, где-нибудь там, когда-нибудь, на психике, чекатируется. Да. А, по вашему мнению, существует ли сейчас пословица в России? Именно как русское соглашение между государством и народом? Существует. Да. Вы так думаете? Я знаю. Я с вами не согласна. Я слышу, я слышу по вашей интонации. Вы так думаете? У меня есть аргумент. У меня есть аргумент. Ну, я из такой теории скажу. В нулевые годы, вы уже тогда жили, судя по вашему. Я как-то на вас так говорил. Ну, вот я и говорил. Знаете, я помню еще время, когда я учил студентов, которые родились еще в прошлом веке. В середине прошлого лета. В нулевые годы было заключено соглашение, условно, пословица. Там в советском языке есть другие слова, которые говорят договор, там есть какое-то слово, которое будет заключать письменный договор. Была пословица. Идея такая. Правителям сказали, ну как бы договор, вы нам, вы нам блага, ман, ашан, карусель, поездки за границу, а мы не вмешиваемся в политику. Говорит народ. Вот было такое соглашение. Ну, такое условно. Вы делаете, что хотите, но обеспечите нам высокий уровень жизни. По сравнению с 90-ми это был высокий. Но сейчас, когда уровень жизни начинает падать, начинается роптание. Вот всякие Навальные и так далее. Откуда это все пошло? С позиции договорной теории был нарушен договор. Нам сказали, корми нас, а перестали нас кормить, а что мы там, куда в этом день едем, и народ стал интересоваться, куда тратятся вот эти все эти дела. Договор был нарушен, это говорит о кризисе. Я убедил вас, что договор был? Ну, так сейчас он нарушен. Да, договор есть. Ну, а нарушенный договор это не договор. Скажите, неразделенная любовь – это любовь? Смотря с какой стороны. Вы понимаете? С точки зрения Господа. Неразделенная любовь – это любовь? Для того, кто любит, это не любит. Хорошо. А для того, кто нет, это не любит. Она любовь. Она раздельется. Скажите, для внешнего наблюдателя это любовь? Нет. А дальше, ну вот вы смотрите… Все, про любовь я понял зря. Все, спасибо за вопрос. Пожалуйста, есть ли еще? Да. Скажите, если вы станете свидетелем того, как народ, уже устав терпеть, начнет бросать своих правителей в шахты, вы поддержите народ или будете на стороне правителей? Дело в том, что я этого не допущу. Почему же? Ну, потому что я вижу другой путь. То есть, возможно, потому что есть та сфера, секта, ну, секта по… это как сфера, где я опробую разные политические техники. Ну, такая небольшая сфера социальной жизни. И там вот как раз то же самое сейчас происходит. Ну, в одной из социальных сфер нашей жизни. И я там, сейчас у меня есть проект, как сделать так, чтобы ни у кого не бросали в шахты. Но если правитель совсем уже обнаглеет… Нет, 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 в том-то и дело, что я… То есть, ну, сейчас я опробую, как сделать так, чтобы не дошло до… до шахта. А. То есть, есть технология. Но если такое будет, я буду спасать правителя. Потому что правитель – это человек. И он человек. Какой бы, какой бы он ни был, он человек, и я буду его… Если мне скажут быть адвокатом этого человека, я буду адвокатом этого человека. То есть, даже если вы принимаете народные законы… Да, да. Потому что для меня один человек выше… Выше насилища. Я знаю чудовища. Я защищаю людей. Пожалуйста, есть ли еще вопросы? Да. Скажите, какая из нас в Вами теории является на Вашей стране более достоверной, истинной правилой? Из них Вам более инвалидов? Извините. Вы знаете, вы знаете, вы знаете, что вы сейчас незаконный прием используете. И я Вам не отвечу, но объясню, почему не отвечу. Есть две парадигмы в образовании. Аристотельская, условно, и Платон. Аристотельская говорит следующее. Преподавая… студент… Это… ну, он не знал такого слова… Ну, ученик… Это пустой сосуд. А учитель – это полный сосуд. И учитель переливает ученику какую-то информацию и делает его образ образ, образ, если у человека с высшим образованием. Это аристотельская парадигма. А моя парадигма другая. Моя парадигма такая. У вас уже выполнена. И моя задача – просто сделать так, чтобы вы это увидели. Более того, еще и получите что-то. Потому что у вас есть интересное для меня. И потому что, если я вам дам ответ, скажу – вау, вот это супер теория. То вы, находясь в аристотельской парадигме, скажете – да, 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 Роман Григорьевич, правда, это самое лучшее. Я же докажу. Я уже 46 лет доказывал. Вот могу и более… То есть я докажу, но зачем вам это… Я хочу вас научить сделать так, чтобы вы сами могли тренировать решение. Ну, я думаю, тогда следующий, второй, третий, четвертый вопрос. Просто о нем пока не думайте. А когда наступит время, я вам дам посмотреть на эти вопросы. И послушать. А теперь я прошу, мы проведем небольшой тренинг. Я прошу вас. Продолжение следует...